Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас раздел общества к вопросу снижения числа абортов. Тема болезненная, тяжелая, но считаю необходимым обозначить гражданскую позицию. По духовной все просто, это грех. Ровно два года назад мы с волнением и надеждой ждали результата встречи G20 в Риме и экологического шабаша в Глазго. По их результатам стало ясно, ультралиберальный инклюзивный капитализм и политическая экология не пройдут. С тех пор изменилось многое. Шаг за шагом мы освобождаемся от либеральных принципов. Происходит это постепенно. Гидроудар никому не нужен. Консервативный поворот был провозглашен. Либеральные достижения здесь в кавычках одно за другим отменяются. Перегибы исправляются. Дело дошло до вопроса абортов. Если исходить из интересов страны и народа, вопрос повышения рождаемости – один из важнейших для будущего общества. К этому добавляется большой процент пар, что хотят и не могут сами родить. С каждым годом их все больше. Предшествующие ранее аборты, образ жизни, экология, стрессы и т.д. В результате желающий усыновить маленького новорожденного человечка много больше, чем возможности. Оттого сплошная коррупция и скандалы. Поле для ювенальщины. Тема очень непростая. Детального плана, набора инициатив у меня нет и не будет. Нужно совместить юридические, моральные, экономические, духовные и т.д. аспекты. Аборт не может рассматриваться в качестве средства контрацепции. То есть, допустили нежелательную беременность – отвечайте за ошибку. Для понимания сложности приведу пример. Ни о каком праве женщины на убийство по своему единоличному и неоправданному желанию не может быть и речи. Любые решения – права и ответственность обоих родителей. Однако, есть обратная сторона – ответственность. Участие отца, воспитание и обеспечение ребенка должны стать много больше. И речь не только про алименты. Опыт последних десятилетий показывает – бороться с нежелательной беременностью просвещением не выйдет. Получается только хуже. Двери дозволенного распахиваются. Необходима сознательная пропаганда. Политика государства и общества в части повышения культуры, воздержания и отказа от ранних связей. Последняя означает жесткую политику в части воспитания, информации, изменения норм морали и т.д. Сделать это одним махом не выйдет. Нужна многолетняя стратегия ментального и духовного оздоровления нации. После ее реализации вопрос абортов был бы банален и очевиден. Это очень плохо. Благодаря последней политике ЦБ, который решил спасать финансовые рынки и банки ценой реальной политики, шансы на обрушение рынка строительства жилья возросли. Государству придется забирать пустеющие человеники у банков. Так почему бы не сделать из них социальное жилье и не начать раздавать в долгосрочный наем местным нуждающимся и работающим. Последнее крайне важно, чтобы не плодить иждивенцев. Государственная политика должна идти по нескольким направлениям. Давайте перечислим. Пропаганда и продвижение воздержания в подростковом возрасте. До брака. Помощь и поддержка коренным работающим семьям с детьми. Поощрение многодетности. Долгосрочный социальный наем без права приватизации. Поддержка в решении оставить и воспитать ребенка. Не брать на иждивение молодых родителей, а помогать и доплачивать. В случае принципиального отказа от ребенка, рожаешь, отдаешь, и он максимально быстро усыновляется бездетной парой. И да, наблюдая либеральный вой на болотах и единение, появляется четкое ощущение, что разбираться придется не только с чайлдфри и различными формами феминизма, но и инфантильностью мужчин, бегающих от участия в воспитании. Все по классике. Надо, Федя, надо.